Дорогие друзья, я хотел бы прежде всего поблагодарить вас за те комментарии, которые я получаю на свой сайт по итогам моих видеообращений. Комментарии по самым актуальным темам, которые волнуют вас, которые волнуют всех нас в нынешней ситуации. Я читаю эти комментарии, они очень разные, и не только читаю, но и планирую отвечать на них. Одновременно я поручил своей администрации, чтобы они тоже самым внимательным образом анализировали эти комментарии, и готовили в необходимых случаях соответствующие поручения. В ближайших видеообращениях я пройдусь по некоторым из наиболее важных тем. Ну и кроме того, конечно, мы подготовим специальные письменные ответы на ряд вопросов. Теперь о той теме, которой сегодня хотел бы посвятить некоторое время. Я хотел бы несколько слов сказать о финансовых вопросах, связанных с обучением в высших учебных заведениях. Естественно, о проблемах студенчества. В настоящий момент далеко не все студенты из-за изменения курсовой политики, из-за ряда других проблем, способны находить или легко находить деньги для того, чтобы оплатить свое обучение. Это никогда не было простой задачей для студентов, но особенно это сложно в период, когда страна сталкивается с финансовыми трудностями. В этой связи у меня есть несколько предложений, которые я хотел бы сейчас озвучить. Первое предложение заключается в том, чтобы более активно развивать образовательные кредиты. В настоящий момент уже подготовлен нормативный документ, по которому студенту, который хорошо учится, который проявляет нормальные знания, может быть предоставлен образовательный кредит. Этот кредит дается на срок обучения, он возмещается после окончания высшего учебного заведения, дается под минимальный процент. Естественным условием предоставления этого кредита, конечно, является нормальная успеваемость. Еще одна идея. Я предлагаю зафиксировать высшим учебным заведениям, университетам, плату за обучение, не индексируя ее в сообразное изменение курса нашей валюты. Зафиксировать в рублях и использовать соответствующую цифру на весь период, когда оказываются образовательные услуги. Мне кажется, это будет справедливо, и в этом случае высшее учебное заведение получит деньги за образование, может быть чуть меньшие. И в то же время студент не будет в этой ситуации в более комфортном состоянии, когда он не должен гоняться за курсом, он не должен постоянно проводить индексацию, искать новые деньги. И это будет способствовать тому, чтобы студент мог более уверенно, более стабильно себя чувствовать в период обучения. Еще одна тема связана с большим количеством вузов, которые сейчас у нас находятся в стадии проверки, контроля. Далеко не все они, на наш взгляд, сегодня полностью соответствуют предъявляемым требованиям. И периодически даже ставится вопрос от отзыва лицензии, аккредитации. Я думаю, что, конечно, мы должны следить за качеством образования. В то же время, в настоящий момент, важно дать каждому вузу выпутаться из сложной ситуации. Может быть, продемонстрировать нормальный уровень образования. И в этом случае мы предоставим высшим учебным заведениям возможность ликвидировать те проблемы, которые были выявлены в ходе контроля. И, наконец, еще одно предложение, которое я хотел бы озвучить. У нас сейчас есть ситуация, когда люди, студенты наши, учатся на платных местах. В то же время, в высшем учебном заведении есть бесплатные бюджетные места. В качестве меры поощрения, особенно для тех, кто не способен платить за обучение в нынешних условиях, я считаю, было бы правильным предусмотреть возможность перевода с этих платных мест на бесплатные места, которые гарантированы государством. Такого рода возможности у высших учебных заведений есть. Они, правда, не всегда с удовольствием это делают, потому что могут лишиться очевидного заработка. Но я думаю, что в этих условиях необходимо в максимальной степени использовать эту возможность и предоставить хорошим студентам, тем, кто хорошо успевает, возможность перевестись на бесплатное бюджетное место. Вот такие предложения в ближайшее время я отдам соответствующие поручения правительству и Министерству образования и науки. Надеюсь, что это поможет преодолеть те трудности, с которыми сегодня сталкивается студенчество. Продолжение следует...